Всем привет! Мы в гостях у мастера Ибрагима Рахимова, известный мастер, ножевик из Шахри Хана. Сейчас он нам расскажет про свои новые ножи, коллекцию, которую сейчас привез в Москву. Ибрагим, расскажите, пожалуйста, про свои последние модели, которые сейчас у нас на выставке, и свои, так сказать, подсказки, комментарии. Очень простые ножи. Это и пчаки, и корды прямой. Так, а корд это таджийский нож? Да, это таджийский нож, прямой. Это таджийский, да? Да, да. Так, а пчак? Да, пчаки, вот, это настоящий, известный классический нож. А корд это таджийский нож, да? Да, и деревянная руководка. Здесь из чинара, из орех греческих. Такие достаточно, да, качественные, прочные, да, на вид? Очень прочные, и все пропитаны горячим маслом, от воды не боится. Ага. И долго служит. Металл какой вот этот? Металл мы используем из шарикопощивника, шаха 15. Шаха 15. А, шаха 15. Так, а рукоятка, это дерево чинара, да? Дерево чинара, и кайрагача, вот такие. Кайрагача? Кайрагача, очень теплые. И греческие, вот эти белые. А, и еще и лака, да? Да, с лаком. Кто-то просит с лаком тоже. Ага. Цена 1500, правильно? 1500, да. То есть любой, можно обратиться к Ибрагиму или на наш канал, и вы можете купить по этой цене достаточно качественный нож. Я слышал вы рассказывали, что у них 40 лет, они, в общем-то, можно их использовать, да? То есть у них срок годности до 40 лет. Конечно, долго-долго. Ага. А можно вот его в руках покрутить, рассказать, да? Да. Технология вообще, да. Это, ну, подпись автора, как вы ставили, вот. Это автор автора? Это ваш сын? Да, наш сын, сын. Ага. Три сына, они делают все. Три сына, да, у вас? Как зовут? Муталиб. Муталиб? Камалдин. Камалдин, Муталиб? Муталиб, Ардун Маджи. Ага. Все хорошие мастеры. Это ваши, они же и ученики, да? Вы же их научили? Вы сами мастеры, еще у вас дети. Да, у меня же брат мастер. Ага. Младший брат, очень хороший мастер, он тоже. Ага. Он отдельно работает, свой мастерская. Ага. Самая настоящая ручная работа, в общем, да? Самая настоящая. Вот покажем. Авторские ножи из Дана. Ага. Покажу, как. Своим весом. Ага. А, еще раз. Интересно. Под своим весом? Своим весом, посмотрите. Вес легкий. Это вот такая острота, да? Ничего себе. Да, лук тонко-тонко можно вообще резать. Морковь тонко-тонко, да, очень слой. Морковь для плова очень легкий. А я так слышал, что не рекомендуется кости, да? Там можно перерубать. Ну, кости есть. А пойду ничего, но рубить нельзя. Не надо рубить, да? Можно рыбу, кость у него мягкие. Режим очень легкий, мягкий. Разделить можно рыбу. Ага. Я правильно понимаю, что это такие бытовые кухонные ножи, да? Они для готовки, да? То есть это не охота, не рыбу. Охота не надо. Это для кухни. Только для кухни. Да, да. Поэтому уже и для домохозяйкам, да, как бы. Так, хорошо. Значит, вот эти полторы тысячи рублей, да? А вот эти, я смотрю, тысяча семьсот, да? Тысяча семьсот за рукояткой. Здесь текстолит. А, текстолит? У нас очень, очень дорого. Там дефицит. Поэтому... А зачем он нужен текстолит? Или... Ну, есть, да, там... Здесь кто-то любит текстолит тоже. Ага. То есть, есть жилащи, которые... Жилащие. Жилащие есть. И продают такие ножи, да? Да, продают. Покупают. Можно потрогать. Потрогать. Они нас очень много. Это... Точить не надо никогда. А, не надо. Не надо. Не надо точить. Это долговечное. Посмотрите. Как мы сейчас смотрим образец. Как? Под своим весом. Под своим весом, да? Потрогайте, как легкий. Тяжелый конкурс. Да. И очень острый. Больше пятнадцать не служит на кухне. Точить не надо никогда. А сколько по весу вот так вообще такой нож? Без... Без... По-моему, пятьдесят грамм, да? Пятьдесят... Не больше. В общем даже. Да. Хороший ножик. Так. Значит, вот это тысяча семьсот. Вы коятный кастолит. И тоже шахат. Это шахат пятнадцать, да? Это тяжелый. Тоже металл, да? Тяжелый. Это самый хороший металл. Шахат. А вообще, во сколько работаете с этим металлом, вы довольны, да? Да. Это мы делали из... Пружина тоже. Из... Рессора. Ну, лучше было... Чем? Чем? Пружина. То есть еще в Советском Союзе такие, да? Да. Еще с тех времен. Понятно. Ну что, интересно. И вот я смотрю, следующий ряд пошел две тысячи рублей, да? Это... Это кость коровы. Это кость коровы, да? Кость коровы, да. Из-за этого они дороже стали? Да. И здесь очень обработка. Очень трудная кость. Это очень твердая. Поэтому здесь... Узоры, ручная щеканка. А, уже... Поэтому... Дорого. А качество у него... Везде одинаковое. Его можно использовать так же и на кухне, да? Да, да. На кухне. И классические. Сами классические. Угу. И саль такая же, да? Да, саль такая. Везде. Хорошо. И мы переходим вот этот ряд, будем говорить, самый дорогой, да? Самый дорогой. Это и рабочий, и подарочный. Из-за рога. С перловотором. Рога какие? Рог... Сальгак, вот эти черные. Рог корова. Рог олень. Да. Цены по три тысячи рублей, да? По три тысячи. То есть, грубо говоря, если к вам обратиться, человек на канале позвонит, да? И он может уметь. Да. И... А вот это что означает ваши эти знания? Ну, значит, это что ваше? Ну, здесь луна, звезды, это как небо. Здесь хлопок. Ага. Узвекский хлопок. Это наш Климово. Ну, это не ваша торговая марка или ваша именно? Нет, не знаю. У нас горы, Шахриханец, все. Ага. Такого. Ага. Основное. Понятно. Так. А вот это еще как называется? Это гарда. Гарда и вот это место как называется? Это как-то из олва. Олва-мидгарда. И там чеканки мелкие. А какой это металл? Это олва. Олва, да? Чистая олва, да? Чистая олва, да? Олва, да. А оно нормально вообще? Да, это нормально. Когда вы еду готовите там, нет никакой? Нисход краски остается долго лишнее. Ага. И вот этот металл тоже прикус не оставляет никакой? Да, это металл нет. То есть можешь спокойно там лимон резать, да? Можно лимон резать. Обязательно после работы мыть, прокирать обязательно. Ага. 15 секунд мыть, прокирать и будет долго. Они не ржавеют у вас, да? Нет, не будет. Только под водой оставлять нельзя. Только доводить, когда. Вот. Угу. А я прослушал, в воде их нельзя оставлять? Нет, под водой оставлять нельзя. Нельзя, да? Нельзя. Что, они будут ржаветь, да? Будут ржаветь, если под водой остается долго. Ну ты ржавчину потом можно снять как-то, да? Или сложно будет? Сложно. Мы можем делать. Это, ну, как бы нам поправить, мы подправляем. Угу. Ну что, значит, все понятно. Вот это у нас, значит, еще раз пока 3000, да, вот эти? Да. Вот эти. Следующий у нас 2000. 2000. Кост практически. Так. Потом у нас идет 1700. Текстолит, да? Текстолит. Ряд. Потом у нас 1500 идет. Не снимаем. Следующий у нас идет 1200. И закачиваются у нас вот эти рядки по 1000 рублей. Значит, всем интересующим, я могу сказать, что от 1000 рублей до 3000 достаточно экономичные, достаточно качественные ножи. Я считаю, что очень недорого по сравнению с тем, что какие мы видели. Вы можете купить у мастера, у Ибрагима Рахимова. Личная гарантия, личное качество. Ну, он гарантирует, что все будет в порядке. Если будет что-то не в порядке, всегда можно вернуть. Правильно? Ну, как бы. Мы всегда здесь отвечаем всегда. Но очень много хороших комментариев. Люди уже покупали ножи, говорят, что качественные ножи, довольные все остаются. Так что я поэтому и приехал поснимать специальный репортаж, потому что ваши ножи пользуются спросом. Много на нашем канале пишут письма, говорят, хорошие ножи, проверенные, качественные. Так что спасибо вам за ваше мастерство, за ваше, так сказать, старания и удачи. Хороших продаж. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok